МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Искусство". Нельзя уничтожить. Последняя роль Андрея Миронова. Задорная и, казалось бы, легкомысленная комедия вестерн-человек с бульвара Капуцина. Она вышла на экраны кинотеатров в самый разгар бушевавший в Советском Союзе перестройки. Вряд ли зрители тогда могли представить, что в 90-е российское кино окажется на грани выживания. Вернее, даже переживет клиническую смерть. Ленфильм. Старейшая отечественная киностудия. У меня и у моих коллег, когда мы входим сюда, замирает сердце. Павильон номер 4. Бывший театр-аквариум. Здесь начинался ленфильм. Мотор! Камера! Начали! В середине 90-х кино удел энтузиастов. На огромном ленфильме в это время снимается всего три картины в год. Это в 10 раз меньше, чем раньше. Экономят буквально на все. Стоп, мотор! Просто так пленку не тратим. Слишком дорогая. Лишние дубли не снимаем. Что получится, то получится. Тут уж не до искусства. Заказчик требует результата. И поскорее. К началу 90-х в кинематографическом сообществе небывалое оживление. Цензура отменена. В стране гласность. А значит, впереди настоящее светлое будущее. Были постоянные крики, что вот дайте нам свободу, и мы вам тогда. Ну, дали вам свободу. И что было потом? Вместе с гласностью в некогда закрытую от всего мира страну приходят западные ценности. А с ними запрещенные раньше мелодрамы, голливудские блокбастеры и телевизионные мыльные оперы. Она такая красивая, жгань. Только будет. Газун, газун, герун, газун, газун. Вот это вот. Главная моя трагедия была, когда родители объявили, что мы на две недели уезжаем в Америку. Я говорю, я не хочу ни в какую Америку. Я пропущу целых четыре серии рабыни Заура. Нелегкую судьбу миловидной бразильской рабыни обсуждают в магазинах, в общественном транспорте, на работе. Герои сериала становятся чуть ли не национальными героями нашей страны. Есть двоюродная сестра Аллочка. Я говорю, Аллочка, я тебя очень прошу, если ты настоящий друг, ты записывай, что там происходило. И человек писал мне развернутые письма, кого обженил Хуан, от кого забеременела Изаура, и кто в итоге оказался крайним в этой ситуации. Отечественные кинематографисты берут равнение на Запад. За три года с 89-го по 91-й в России снимается рекордное количество фильмов – полторы тысячи. Но в результате на экран огромным потоком льются боевики и сомнительного качества кинокомедии. Там было бесконечное количество картин, там типа банда лесбиянок, что-то дрянь, сука. То есть это фильмы, которые просто канули в полное небытие. С высоких трибун и с экранов телевизоров руководители правительства как заклинание повторяют, что победа рыночной экономики будет скорой и неотвратимой. Нам нужно время для того, чтобы уже начавшие заработать шестеренки рыночного механизма не захлебнулись, притерлись друг к другу. Но экономического чуда не происходит. Государству нечем даже платить зарплату бюджетникам. Тут уж не до искусства. В 90-м году известный режиссер-мультипликатор Гарри Бардин вместе со всей своей командой уходит из Союзмультфильма. Но чтобы получить деньги на свой первый самостоятельный фильм, Бардину приходится прорываться на прием к вице-премьеру российского правительства Геннадию Бурбулису. Вы знаете, если у него нашлось время, и это троразрядная актриса Вероника Кастер, то для меня первый разряд. Я думаю, время найдется. Через 15 минут за ровно. Мне нужен Гарри Бардин. Коммунициальная помощь! Помощь Гарри Бардину правительство выделяет. Но мультфильм по мотивам сказки «Кот в сапогах» получается серьезным социальным подтекстом. Для меня это был непохмельный фильм. Невозможно было вытащить сами себя за волосы, как Мюнхгаузен из болота советского быта, из советских представлений, из советского планирования. Такая трактовка вице-премьеру не понравилась. И в дальнейшем финансирование фильма он отказал. Государственный бюджет выделяет деньги на производство всего 10 недорогих картин в год. Режиссеры, а порой и сами актеры, ищут средства на стороне. У благотворителей, которых называют модным теперь словом, спонсор. Постежорская мастерская. Более 200 париков, искусственные усы, бороды. Здравствуйте. Люблю тебя, Петра Творение. В 90-е этот цех без работы не остается. Но делают здесь не парики с голодного века. В моде новое кино. Боевики и блокбастеры. Бутопорские руки, ноги, головы. Как говорят гримеры, расчлененка. В 90-е здесь в прямом смысле зарабатывают на крови. Где миллионер? Сболись, мечты идиоты. Продюсер фильма «Мечты идиота» Игорь Толстунов в одночасье попадает на счетчик. Сначала авторитетные знакомые дают ему 50 тысяч долларов на съемки. Здесь 50 тысяч. Заходим, там сидит такой, знаете, то, что называлось когда-то пацан. Он сидит и чистит пистолетик. Когда у щедрых меценатов закончились деньги, они предложили продюсеру самому заработать себе на фильм. Огромная квартира была завалена коробками со спортивными костюмами. И они мне говорили, вот возьми спортивные костюмы, иди их и продай. Деньги возьмешь на кино. Я говорю, я не умею продавать спортивные костюмы. Ну, мало ли, деньги тебе нужны, нужны. Иди и продавай. Но самые серьезные проблемы начались у Игоря, когда материал был уже полностью отснят. Они посмотрели кино и сказали, знаешь, нам не нравится, давай возвращай деньги. Я говорю, слушайте, мы так не договаривались. Он говорит, ты знаешь, ты лучше верни. Ротва постановила, пахан больше не бык, пахан спонсор. Крутой бизьевик замутим, капуста докучина валим. Коммерсов пробьем, подкинут бабла. Блокбастер будет в натуре. Тут и доморощенный спилберг нарисовался. Звезд подписали накачанных, круче некуда. Типа без базара. Промаус, Колумбия, Пикчерс. Для разгона презентация с бухлом и девчонками. Но косяк вышел. Зажмурили братву по-тихому беспредельщике. Разогнали Голливуд. Спилберга на счетчик поставили. Качков в бригаду взяли. Главы отрабатывали. Что это такое? Это наш памятник свободы. Разборка называется. Не обращайте внимания. Фильм «Московские каникулы» пережил не одну так называемую разборку, прежде чем выйти на экраны. Всего через пять дней после начала съемок деньги закончились. Как-то Алла Сурикова снимает кино, сценарист Брагинский. В картине снимаются Гундри, Джигарханян, Табаков. Ну, такой набор уже звездней не бывает. И как это могут кончиться деньги? Леонид Ермольник вспоминает. Из актера ему пришлось переквалифицироваться в продюсера и самому добывать деньги на картину. По тем временам 600 тысяч долларов. Но артист до сих пор скрывает имена спонсоров. Помогли. Помогли. Это люди, которые не нуждаются в том, чтобы... Вот этот кусок не надо. 11 февраля 1995 года. В 2 часа ночи в доме на юго-западе Москвы от пуль киллеров погибают двое. Сергей Шевкуненко, известный в криминальных кругах под кличкой Шеф, и его 74-летняя мама Полина Васильевна. Он успел вскочить в лифт, нажал на кнопку и поехал. Они стреляли ему вслед, вот вслед от пули. Он не успел захлопнуть дверь. Они открыли дверь и расстрелили его. И мальчик. Когда ему было 15, в лицо его знала вся страна. Быть похожим на обаятельного пионера Мишу Полякова из Кортика мечтали многие подростки Советского Союза. 36-летний Сергей уже мало чем напоминал своего знаменитого персонажа. Знакомые все реже называли его по имени. Чаще шефом и артистом. Артисту и режиссеру почтение. За плечами Сергея аж 5 сроков. Первый получает по глупости. Ввязался в пьяную драку. И всякий раз, возвращаясь с зоны, он снова приходит на Мосфильм. Сергей готов работать даже осветителем. Но взрывной характер и постоянные конфликты с милицией возвращают его на криминальный путь. Последняя его ступенька в этой лестнице был Балаженец. То есть последняя ступенька перед вором в законе. Последняя прижизненная съемка Шевкуненко. В 89-м году он венчается со своей женой Еленой в Смоленске. Ему запрещают жить в Москве, как рецидивисту. Столицу Сергей возвращается в начале 90-х. И быстро ориентируется в изменившейся обстановке. Судьба вновь приводит его на Мосфильм. Но на этот раз он так называемый шеф, смотрящий по району. Сказал объявление в газете «Из рук в руки» «Куплюсь дорогой автомобиль». Приезжали клиенты, скотчем розу заклеивали, привязывали опорю к крыше. И до трех суток держали, пока он не подписывал дарственную машину. Всю жизнь он мечтал вернуться на экран. Но никто не хотел связываться с бывшим зэком. Только в лихие 90-е он нашел себя. Но не как артист, а как криминальный авторитет. Счастье ни ему, ни его близким это не принесло. Знакомьтесь. Лида. Петя. Эээ, Саша. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова То, что иностранных звезд озвучивает Шурик, большинство зрителей не догадываются. А для Александра Демьяненко это был единственный способ сохранить себя в любимой профессии. Александр Демьяненко не был исключением из правил. Многие вчерашние кумиры вынуждены оставить кинематограф. Да что с тобой, Петрович? Рождаюсь, баба Маня. Заново. Актер Михаил Кононов, знаменитый Нестор Петрович из «Большой перемены», бежит от жестокой действительности в деревню. Он сказал, что ерунду эту снимать в этом, я участвовать не буду. Маргарита Ивановна, лучшая подруга семьи Кононовых, приютила актера в своем доме. Муж разочищал дорожки, и потом ведет их с Натальей и говорит, Рита, вот соседи наши новые, а дом не готов, жить надо где-то, и пускай они у нас поживут. Теперь в этом доме новые хозяева. Когда-то его начинал строить сам Михаил Кононов. Скромной пенсии не хватало, и народный артист России вынужден был зарабатывать подсобным хозяйством. Даже торговал капустой Михаил Иванович. Вот от безвыходности, вот без этой. Да, вот около магазина, там в Румянцеве. Правда, девчонки вот увидели, что вот он стоит, они его... Они у него скупили всю капусту, вышли просто, говорят, что Михаил Иванович, ну чего, народный артист стоит, капустой торгует. Достроить свой дом до конца актер так и не успел. На его похоронах не было пафосных речей звезд современного кинематографа. Лихие девяностые стерли Михаила Кононова из памяти многих его бывших коллег. Личко-то открой. К подобным поворотам судьбы актер Николай Годовиков давно привык. За спиной бывшего красноармейца Петрухи. Три ходки на зону, бродягничество, предательство близких и почти полное забвение. Вообще, слухи пошли, и многие были уверены, что вообще-то меня и в живых нет. В середине девяностых актеру с таким послужным списком о кинокарьере можно и не мечтать. Годовиков устраивается в питерский метрострой помощником маркшейдерского рабочего. Вот видите, вот эти маленькие, вот эти вот, вот тумбочки такие, да? Это, по-моему, отметки раперов. То есть вот в каждом момент он это, это переразмеряется вообще тысячу раз, понимаете? Будущая звезда бумера Владимир Вдовиченков уже тогда был с автомобилями на «ты». Работал в обычном автосервисе. Я перекупал, каким-то образом шаманили их чуть-чуть, ну, где-то подкрашивали, подмазывали, мыли, чистили и продавали, да. Но сейчас я понимаю, что эти автомобили годятся только, наверное, на помойку. Но в то время, ну, это иномарка, и зарабатывал на этом 200-300. Оказалось, что это прям неземные какие-то деньги. Костюмерный цех лент фильма – 4108 квадратных метров. 8 корпусов, более 150 тысяч костюмов. На один экспонат здесь приходится 6 квадратных сантиметров площади. Даже на такое платье, подобный наряду «Золушки» из знаменитого фильма 1946 года. Однажды здесь решили провести инвентаризацию. Она длилась 12 лет. И так и не закончилась. В 1995 году в Одессе съемочная группа фильма Вадима Абдрашитова «Время танцора» в прямом смысле оказывается в заложниках. В гостинице администрация прекрасно знала, что денег может долго не быть. И тогда, вопреки всяким законам, у всей группы отбирались паспорта, чтобы не сбежала группа не оплатит. Чтобы исправить ситуацию, съемочной группе приходится идти на настоящие преступления. Актриса Вера Ванкова, у нее спектакль в Москве. Ее надо отправлять, а паспорт закрыт в сейфе. И тогда путем того же самого подкупа договаривались с проводниками, с бригадиром поезда и без всякого паспорта через границу перевозили. Актер Сергей Никоненко сыграл в картине одну из главных ролей. Он хорошо помнит первый съемочный день. Когда я пришел в производственный корпус, представьте, это 100-метровое здание в длину 5 этажей, выломанный паркет, разбитые окна, выломанные двери. А на третьем этаже, когда я увидел, там бежало в веренице, думаю, 8 собак, я понял, что это пепелище, что кинематографа нашего отечественного больше не существует. А кто это? Молодые начинающие актеры хватаются за каждую возможность остаться в профессии. Соглашаются практически на любые роли. Я готова. Это первая роль в большом кино начинающей тогда актрисы Насте Заворотнюк. Цыпленок такой, который совершенно раконично вписался во всю эту нашу историю. По сюжету молодой человек, богатый наследник, влюбляется в героиню Заворотнюк, дочь местного священника. И однажды, потеряв над собой контроль, юноша насилует красавицу в разрушенной церкви. Пусти меня! В сценах близких, интимных, они и неоткровенные сцены, и совершенно естественно себя вела, и не было из этого никаких вытихающих последствий. Партнеры Заворотнюк. Валерий Баринов, Александр Панкратов-Черный, Александр Пороховщиков. Но даже такой звездный состав не спасает ленту. Как и сотни других отечественных фильмов, она пролежит на полках 12 лет. Нет денег на озвучку и монтаж. Не может быть. Может, может. В начале 90-х кинопрокат в России практически умирает. Государство от контроля в этой сфере отказалось. Теперь каждый кинотеатр сам себе хозяин. В кинотеатрах торговали там с чем угодно, мебелью, автомобилями, но только не кинематографом. И поэтому мы, взяв с собой железные коробки, артисты и я, мы стали просто разъезжать по многим городам и весям, где нас помнили, знали и любили. 90-е живы только элитное, так называемое фестивальное кино. Оно высоко ценится за рубежом. Ты что, ты что, дурел, что ли? Эй, баран! Боли, пока я тебя не пристрелял, понял? Я тобой сейчас жопу вытру, товарищ старший лейтенант. Да я что? Смирно! В 95-м году Никита Михалков получает премию «Оскар» за свой фильм «Утомленный солнцем». Некогда бурлящие киностудии просто встают. Огромный союз мультфильм остается без заказов. Из-за нищеты студия вынуждена продать на Запад права на золотую коллекцию советских мультфильмов. Из Америки приехали, пообещали золотые горы, миллионы долларов, дайте вашу коллекцию, мы вас озолотим. Сами мультфильмы «За океаном» изменились до неузнаваемости. Новый монтаж, новая музыка, даже новые голоса. Ах ты, боли, мое поле! А это американская версия конька-горбунка. Называется «Иван и его волшебный пони». За Ивана поет актер Роб Лоу. Отечественные мультфильмы переозвучивают звезды Голливуда Билл Мюррей, Сара Джессика Паркер, Кирстен Данс. Диски расходятся по США огромными тиражами. Только вот студии, на которой создавались шедевры мультипликации, не досталось ни в центре. В конце 90-х умирающее уже кино спасает телевидение. На экранах появляются отечественные сериалы. Один из первых – «Улицы разбитых фонарей». Не двигайся! Я дурак бросаю оружие! Для актеров, вскоре ставших народными любимцами, съемки в сериале «Спасение». У них появился постоянный и солидный по тем временам источник заработка. Автор сценария первого сезона – Андрей Кивинов, сам бывший оперативник убойного отдела. Большую часть сюжетов он подсмотрел прямо на работе. Дело доходило до того, что киллер давал объявления в газету о своих услугах. Как он формулировал? Ну, как правило, текст что-то вроде «Ищу работу с риском». Ну, это как серия у нас. Да, примерно так и называлось. Таких преступлений в городе было несколько совершено, в том числе два в нашем районе и одну вот в этом доме. В то же время сначала в Москве, а потом и в других крупных городах появляются современные кинотеатры со стереозвуком. Зрители сразу же оценили новинку и пошли в кино. Бен, I need help. Are you a gangster? Вы гангстеры? No, we are Russians. Нет, мы русские. На рубеже веков выходит фильм «Брат-2». Он собирает хорошую кассу в кинотеатрах, а песни из саундтрека моментально превращаются в киты. В стране уже начинают надоедать зарубежные супергерои. Ей нужны свои, отечественные. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Так медленно и с огромным трудом, но начинает возрождаться после клинической смерти российский кинематограф. Человеком надо быть. Тогда, куда ни зашлют, нигде не страшно. После съемок Кирилл Лавров возвращается домой вдоль лебяжьей канавки. Неожиданно к нему подходит пожилой мужчина и молча протягивает визитку, на которой всего несколько слов. Главный эксперт по антиквариату. А то, как первое объяснили. Это вор в законе по кличке Горбатый. Прототип героя Лаврова из сериала «Бандитский патентинбург». Личный визит авторитета – знак высочайшего уважения. В лихие 90-е и воры в законе решали, кто по-настоящему народный артист. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ